В последние времена в бочках хранили любые товары по единственной причине. Их было просто катить. Если их нельзя было поднять, то можно было катить. Современные технологии сделали бочки редкими. В наши дни в них хранят только высококачественные вина и крепкие спиртные напитки. И благодаря этому древнее мастерство бочаров живет. Эти деревянные бочки предназначены для хранения виски. Они сделаны из американского белого дуба. Из брусков особой формы, называемых клепкой. Механический рубанок уменьшает их толщину до 2,5 см. Другой станок высверливает по два 6-мм отверстия с каждой стороны клепки. Деревянные штифты, изготовленные из американского орешника, обладающего огромной прочностью, вставляют в эти отверстия, чтобы удерживать клепки вместе. Клепки собирают, укладывают на шаблон и сжимают. По краям добавляют клепки меньшего размера. Подходит очередь циркулярного станка, который придает сборке круглую форму. В итоге получают крышку бочки, которую называют голова. И поскольку две головы лучше, чем одна, у каждой крышки есть свое дно. Теперь крышки отправляются в камеру, которая обугливает поверхность дерева. Газовые горелки приводят к сокращению волокнистой структуры дерева. Процедура не только меняет обычный вид дерева, но и добавляет цвет и аромат виски, который будет храниться в бочке. Края крышки покрывают пчелиным воском, что позволяет плотно вставлять их в корпус бочки. Клепку обрабатывают на этом станке, сужая ее края. Это позволяет придать бочке традиционную форму с меньшим радиусом по краям, чем в середине. На подъемном участке рабочий устанавливает железный обруч и внутри его начинает сборку бочки. Он выбирает клепку, отличающуюся по ширине, чтобы обойтись их минимальным количеством. Это уменьшает количество стыков и потенциальных мест протечки. Работник аккуратно прижимает клепки друг к другу. Если сжать клепки слишком плотно, то они сломаются. Зазор дает древесине возможность набухнуть. Затем бочки проходят сквозь паровой тоннель, где структура дерева увлажняется, повышая пластичность без риска растрескивания. Рабочие вынимают бочки и снимают верхние и нижние обода. Их заменяют на более прочные и загоняют их глубже молотками. Без таких ободов клепки разлетелись бы в стороны, как спички из коробка. Затем на корпус надевают еще два обода. Дерево скрипит о чрезвычайной нагрузке, прижимающей клепки друг к другу. Но между ними не должно быть пустот, иначе в бочке будут протечки. Бочки далее отправляются в печь, где пламя прожигает внутреннюю поверхность бочек и обугливает ее. Через несколько секунд впрыскивается вода, чтобы потушить пламя. Автоматическая пила вырезает клинообразную прорезь у верхушки и основания бочки. Именно в эти места будут вставлены крышки. Вентилятор выдувает опилки. Теперь станок удаляет обруч с каждой стороны бочки. Рабочий заливает внутрь 4,5 литра воды, чтобы охладить бочку, все еще горячую от процесса обугливания. Затем он вставляет крышку и более прочный, постоянный обруч с обеих сторон. Теперь станок снимает два внутренних обода и также заменяет их на более прочные. Форма бочек поддерживается исключительно за счет давления. Здесь нет ни капли клея. Вода все еще находится в бочке. Рабочий высверливает в боку бочки отверстие и заколачивает его резиновой пробкой с каналом. Инспектор проверяет бочку на наличие протечек, ставит штамп «Проверенно» и наклеивает код для складского учета. Затем удаляется пробка. Из-за высокой температуры вода превратилась в пар, и он вырывается наружу. Теперь бочки готовы отправиться на перегонный завод, где в них зальют отличные виски «Кентукки». Субтитры сделал DimaTorzok